GTA Grand Theft Auto Сделал карьеру на критике этого франчайза и призывах запретить его А началось все это с одной маленькой простенькой игрушки В 1997 году разработчик DMA Design из маленького шотландского городка Данди и BMG Interactive выпустили первую часть GTA Однако, чтобы узнать истоки сериала Grand Theft Auto, нам следует вернуться на десяток лет назад К тому моменту, когда DMA Design была основана Дэйвом Джонсом Название DMA было взято из инструкции к компьютеру Amiga, просто потому что круто звучало На самом деле оно ничего не значило, однако позже аббревиатуре придумали достойную расшифровку Direct Mine Access, по аналогии с Direct Memory Access Поначалу для Дэйва создание игр было простым хобби, которому он посвящал свободное от основной работы время Тогда в стране не было разработчиков, были исключительно издатели Ему просто хотелось попробовать нечто новое Даже издателя своей первой игры Psygnosis он выбрал, руководствуясь тем, что тот ближе всего находился к его дому С художниками Дэйв работал удаленно, по обычной почте Модемов тогда не было В 1989 году DMA выпустили два успешных космических скролл-шутера Menace и Blood Money, которые очень понравились критике и игрокам Во многом из-за высокого качества исполнения Обе игры дебютировали на Amiga и позже были портированы под DOS После этого Дэйв Джонс решает полностью посвятить свое время разработке игр Снимает маленький офис и нанимает программиста Майка Дэйли Именно благодаря созданной им анимации с маленькими смешными человечками Которые взбираются на холм и уничтожаются огромной пушкой Дэйву приходит идея одного из главных проектов в его жизни В начале 90-х DMA делает огромный прорыв Выпускает легендарных Леммингов Игра расходится тиражом более чем в 20 миллионов копий И выпускается на более чем 20 системах Позже Лемминги получат не одно продолжение Включая ремейк для PlayStation 3 в декабре 2006 года После выпуска вторых Леммингов Дэйв Джонс решает, что игры DMA должны быть сильны идеей, а не графикой И делает ставку на оригинальные прорывные концепты В перерывах между чередой Лемминг-сиквелов DMA делают еще один скролл-шутер И довольно инновационный экшен Hired Guns С возможностью мультиплеерной игры для четырех человек через сплит-скрин После релиза Леммингов 3 Дэйв решает больше не делать игр в популярном франчайзе По крайней мере, пока не придумает новые идеи Одновременно он решает уйти от псигносис Которая больше заинтересована в штамповке новых Леммингов И забивании пространства, обретающего популярность CD-носителя DMA начинает сотрудничать с Nintendo Традиционно главным ценителем идей Сотрудничество носит эксклюзивный характер Впрочем, с японцами Джонсу не везет 2D-гонки на унициклах UniRacers для Super Nintendo плохо продаются Хоть и становятся впоследствии культовыми Также DMA нанимают сделать нового Kirby, заточенного под управлением мышкой для Super Nintendo Однако, мышка плохо продается и проект решают не выпускать Финальный гвоздь – проект долгострой Body Harvest С сюжетом про инопланетян, которые изредка прилетали на Землю, чтобы затариться пропитанием в виде людей Игроку доставалась, конечно, роль защитника Отечества Солдата, который мог управлять различной техникой Машинами, танками и даже самолетами Однако, излишний контроль и навязывание разработчикам истинных путей игрового дизайна Привели к многократным задержкам проекта И в результате Nintendo отказались издавать игру Права продали Midway Games Вышел Body Harvest, позже GTA, в 1998 году Однако, именно идеи и наработки этой игры Легли в основу одного из самых популярных в мире франчайзов Кстати, в Сан-Андреас есть миссия, где СиДжею нужно угнать комбайн И называется она именно Body Harvest Итак, 97-й год Год, когда впервые вышла GTA На разработку игры потратили 30 месяцев Хотя изначально планировалось 18 Идея пришла Дэйву Джонсу в тот момент, когда он просматривал имевшийся в руках компании движок Способный отображать трехмерные здания с высоты птичьего полета Так он придумал игру, завязанную на погонях с полицией в максимально живом городе Первоначальное название проекта звучало как Race and Chase То есть не иначе, как Гонялки-догонялки С этой идеей Диэмэй отправились к издателю BMG Вскоре после подписания контракта название сменили Всего спустя несколько лет оно станет самым узнаваемым в индустрии видеоигр Grand Theft Auto По словам Джонса, игру было невероятно сложно разрабатывать А еще сложнее тестировать Наконец, в октябре-декабре 97-го года Игра появилась в версиях под DOS, Windows и PlayStation В очередь за игрой, разумеется, никто не выстраивался Наоборот, проект получил достаточно прохладный прием у пресса Действительно, очень немногие могли разглядеть в странного вида игре с сочетанием 2D и 3D графики интересный геймплей Слишком многое в ней отталкивало И неудобное управление автомобилями, и бюджетность во всех аспектах Начиная с упомянутой графики и заканчивая звуком Не говоря уже о невозможности сохраняться Поддержки 3DFX только в DOS-версии и многих других мелочах Самое удивительное, что в первой GTA были заложены практически все элементы геймплея последующих игр Игроку предстояло пройти три уровня Три огромных города Liberty City, Vice City и San Andreas Которые напоминали, соответственно, Нью-Йорк, Майами и Сан-Франциско В каждом предстояло завоевать уважение местных боссов криминалитета Собрав для них определенную сумму наличным Наличные давались за всевозможные правонарушения И, конечно, выполнение миссий Разнообразие заданий было огромное Это и перегонка машин И ограбление банков И все-все-все, что мы привыкли видеть в GTA Были и скрытые миссии И автомастерские И экран в доках Куда можно было сплавлять автомашины И знаменитые звездочки и индикаторы заинтересованности полиции в вашей персоне Был даже мультиплеер В GTA было просто интересно играть Не проходить миссии, а именно играть Устраивать беспредел в городе Уходить от полиции Взрывать груды автомобилей к чертовой матери Сохраняться было нельзя Однако, чем дольше игрока не убивали Чем больше заданий он выполнял на одном дыхании Тем внушительнее становился его множитель денег Который тот получал за преступление Впервые появилось в игре и радио Однако это, скорее, был просто набор не самой интересной музыки Не чита нынешним шедевральным саундтреком серии К сожалению, крайне неприветливая форма подачи Невозможность сохраняться во время игры И другие недостатки отпугнули от нее большинство потребителей Впрочем, продажам помогла активная шумиха прессы Первой с критикой на игру обрушилась британская газета Daily Mail Началась новая волна обсуждения насилия в играх Ведь примерно в то же время на прилавках оказался еще и кровавый постол После коммерческого успеха GTA на PlayStation Игру решают портировать на Nintendo 64 и Sega Saturn Но впоследствии обе версии отменяются После релиза GTA Дэйв Джонст продает DMA издательству Gremlin Interactive Он считает, что крупный издатель может превратить оригинальные игры DMA в нечто большее И становится креативным директором обеих компаний В тандеме они успевают выпустить уже упомянутую игру Body Harvest И танковую аркаду Wild Metal Country Вскоре издательство покупает французская Infogrames Ныне более известная как Atari Не проходит и года, как Infogrames перепродает DMA компании Take-Two И та становится частью лейбла Rockstar Games Коллектив фокусирует на производстве новых проектов в линейке GTA В начале 99-го на свет появляются два аддона к оригинальной игре London 1969 и London 1961 Как можно догадаться, действие происходит в Лондоне времен Битлз и Джеймса Бонда Также DMA работает над созданием GTA 2 Дэйв, не согласный с таким положением дел, покидает компанию По его мнению, DMA спокойно могла лишь курировать дальнейшую судьбу GTA Занимаясь созданием новых, оригинальных франчайзов Совсем не обязательно было поручать производство непосредственно команде Он основывает новую компанию в Данди Как подразделение Rage Software Довольно успешного разработчика, создавшего не один хит Его новый проект — экшен на колесах с онлайновой ориентацией Mobile Forces Однако спустя годы он таки вернется к GTA-формуле Правда, в несколько ином контексте DMA тем временем продолжает работу над GTA 2 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Кулакова что вторая часть GTA, безусловно, стала самой неоднозначной в сериале. С одной стороны, геймплей претерпел многократные изменения и улучшения. Игроку по-прежнему предстояло пройти три уровня. Но на этот раз это были районы города, как и в двух последующих играх. Главным нововведением стало наличие банд и районов. Всего банд было семь, однако на каждом уровне присутствовали только три. Две каждый раз были новыми, а одна, постоянная, с забавным названием «Зайбацу». Каждая банда имела свою территорию, фирменный вид автомобилей и перечень уголовных статей. Тут были и деловые наркоторговцы, и русская мафия, перерабатывающая людей на хот-доги, и анархисты, желающие взорвать весь город к чертям, и даже тронутые ученые, ставящие массовые эксперименты над жителями города. В зависимости от действия игрока, менялось и отношение группировок к нему. Изменилась и значимость автомастерских. Теперь здесь не только перекрашивали машины, но и ставили на них пулеметы, маслоразливочные аппараты и прочие, хорошо знакомые зрителям Бондианой Прибамбасом. Отныне можно было и сохраняться, правда, лишь в одном месте, которое нужно было запомнить, и за довольно внушительные деньги – 50 тысяч. Вдохнули новую жизнь и в город. Жители стали в разы активнее, появились коллеги-автоугонщики. Автобусы останавливались на остановках и подбирали пассажиров, и многое-многое другое. Впервые можно было, угнав такси, зарабатывать деньги на развозе пассажиров. Со временем подобные мини-игры станут фирменной чертой серии. Графика была уже намного симпатичнее. Однако именно визуальная часть стала предметом критики. Далеко не все приняли ретро-стилистику, в которой была сделана игра. По геймплею же GTA 2 была хороша, несмотря на различные недостатки, унаследованные от предков. Мультиплеер существенно продлил жизнь игре. Сюжетов в GTA по-прежнему особо не было, однако главного героя звали Клодом Спидом. Это имя в будущем станет предметом исследований ни одного фаната франчайза. В начале GTA 2, действие которого происходит в отдаленном будущем, он выходит из тюрьмы, но при этом теряет память во время разморозки из Криостаза. Позже GTA 2 портировали на Dreamcast и Game Boy Color. Версии для PC и Dreamcast получили рейтинг M, когда как более массовые PlayStation и Game Boy версии подверглись цензуре и вышли с рейтингом T. В частности, была изменена знаменитая миссия для русской мафии, где пассажиров автобуса нужно было отвезти на мясокомбинат. Теперь их просто сдавали кришнаитам. В целом, несмотря на все улучшения, и в этот раз как пресса, так и хардкорные игроки восприняли игру прохладно. Правда, это не касается нашей страны. В России вторая GTA, равно как и первая, полюбилась многим. Во многом благодаря современной локализации компанией Buka. 2000 год. DMA Design переезжает в Эдинбург, где начинает работу над новой частью GTA. Они и не догадываются, что станет с миром после ее выхода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА